Всем привет! В студии Рама Андаров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. КФУ будут готовить учителей для Школы будущего Республики Татарстан. В КФУ состоялся Всероссийский фестиваль Наука 0+. Вопросы российского гуманитарного образования обсудили в КФУ. Технологические дни «Газпромнефть» проходят в Казанском университете. Организаторами мероприятия выступает Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 1 апреля делегация посетила материально-техническую базу КФУ. Также прошел круглый стол на тему перспективы разработки в области добычи, транспортировки и переработки углеводородов. А мы переходим к другим новостям. В Татарстане будут созданы шесть полилингвальных школ, обучение в которых будет проходить сразу на трех языках. Какова роль Казанского университета в их создании, расскажем прямо сейчас. В Доме правительства Республики Татарстан прошло совещание по созданию в Республике полилингвальных образовательных комплексов. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и представители различных структур власти. После совещания состоялась пресс-конференция. На ней выступили Государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета фонда возрождения Ментимер Шаймиев, министр образования и науки Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Правительством планируется постройка шести полилингвальных центров по всей республике. Обучение будет проходить на русском, английском и татарском языках. Для реализации такого проекта необходимы вклад КФУ. Заканчивая университет, педагоги, я в данном случае говорю, и специалисты, они же будут иметь федеральный диплом, федеральные университеты, которые являются топовым. Сейчас они же уже в число топовых университетов начинают попадать и отстаивать, или закреплять свое место. А это огромное, значит, достижение. В таких школах требуются педагоги, подготовкой которых и занимаются высшие учебные заведения. Для университета это очень выгодный проект, поскольку, с одной стороны, я думаю, из этих комплексов к нам поступят очень талантливые абитуриенты в будущем. И, с другой стороны, все-таки создание новых комплексов дает возможность нашим выпускникам уже, которые обучаются по педагогическим направлениям, достаточно хорошо трудоустроиться для того, чтобы суметь реализовать собственные амбиции. Казанский федеральный университет как центр ответственности за подготовку учителей в полилингвальной образовательной среде выбран не случайно. Напомним, что для ознакомления с возможностями университета 19 марта Ментимер Шаймиев посетил КФУ, крупнейшую в стране площадку по подготовке педагогических кадров, где стал свидетелем использования современных технологий и инновационных учебных программ. Мы готовим уже сегодня на полилингвальной основе не только учителей, которые могут работать в наших национальных школах, то есть учителей, которые могут преподавать в том числе и предметы, и не только татарский язык, литературу на татарском языке. Но у нас сегодня уже готовятся люди, которые могут преподавать и биологию, и химию, и физику на английском языке. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В КФУ состоялся Всероссийский фестиваль «Наука 0+.» Казанский университет стал одной из 80 площадок для проведения мероприятий, являющегося одним из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. О том, как прошел фестиваль, в сюжете нашего корреспондента. Фестиваль «Наука 0+,» — ежегодное мероприятие всероссийского уровня, но в столице Татарстана он прошел впервые. В 2016 году в Казанском федеральном университете стартовал научно-популярный проект «Про наука в КФУ», который зарекомендовал себя как большой праздник науки, собирая самую разную аудиторию. Не стал исключением и фестиваль «Наука 0+.» Его посетили более 2000 человек, а лекторами стали как ученые из КФУ, так и приглашенные гости. Я попытался сегодня рассказать о коллайдерах, коллайдеры 21 века, коллайдеры, которые строились ранее, и в первую очередь, конечно, коллайдеры, которые строим мы у себя в городе Дубна, в Московской области. В первую очередь нам нужны кадры, которые будут на этом коллайдере работать через 20-30 лет, и, конечно, нужно потянуть их к науке, чтобы было интересно заниматься. Вот очень бы хотелось, чтобы ваши ребята тоже поучаствовали в нашем проекте. Также в ходе фестиваля были открыты дискуссионные площадки, в работе которых приняли участие преподаватели КФУ и ученые из Объединенного института ядерных исследований. Его представители – не случайные гости на фестивале. В Казанском федеральном университете существует кафедра ядерно-физического материаловедения. Это кафедра нашего института, и где мы готовим специалистов совместно с институтом физики для работы на научных установках. Темы лекций ученых также радикально отличались друг от друга. Были затронуты темы в области биологии, химии, истории, физики, а также гуманитарных наук. Один из лекторов фестиваля Аркадий Курамшин рассказал, зачем нужны подобные мероприятия. Чтобы показать, что наука – это весело, что наука – это круто, чтобы, собственно говоря, больше людей входило в науку, больше людей приходило к нам, в Казанский университет, больше людей строило будущее, потому что только с наукой можно построить хорошее и справедливое для всех будущее. Зоны интерактивов также поражали своим разнообразием, а гости фестиваля отмечали интересность и полезность представленных научно-популярных стендов. Можно узнать о новых университетах, о всех тех исследованиях, которые сейчас проводятся. Это довольно, считаю, интересно, познавательно. И вообще, в общем, это мероприятие довольно познавательное, и оно дает молодежи новые возможности и шансы. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универт Ньюс. 1-2 апреля в КФУ проходит Казанское совещание Всероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и общества знания. Актуальные вопросы российского гуманитарного образования. Все подробности в следующем сюжете. На базе Института международных отношений КФУ состоялось совещание о перспективах развития российского исторического общества и общественного образования. Организаторами мероприятий выступают Казанский федеральный университет и Всероссийская ассоциация учителей истории и общества знания. Мероприятие мы проводим в рамках большой встречи. Встречи с академиком Чубарьяном, его командой. Это крупные представители отечественной науки. Это элита. Сегодня мы проводим большой круглый стол. Завтра в рамках вот этой встречи мы проводим выездное заседание Ассоциации учителей истории и общества знания Российской Федерации. 1 апреля прошла публичная лекция научного руководителя Института всеобщей истории Иран председателя Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания Александра Чубарьяна. Кроме чисто обсуждения научных проектов мы обговорим вопросы более тесного взаимодействия и сотрудничества между Казанским и Федеральным университетом и ведущими академическими институтами Российской Академии наук. И прежде всего речь идет об институте всеобщей истории Иран, который и возглавляет академик Чубарьян. В ходе круглого стола были обсуждены перспективы развития социально-гуманитарных наук. Кроме того, в эти дни состоится открытие в КФУ кафедры исторического и обществоведческого образования, базовой кафедры Института всеобщей истории Иран. Научным руководителем кафедры станет Александр Чубарьян. У нас несколько очень важных и, так я бы сказал, знаковых дел, связанных с университетом. Во-первых, у нас открывается кафедра. Это совместная кафедра, я думаю, единственная в России, кафедра, посвященная историческому образованию. Причем образованию в широком смысле слова, конечно, университетскому, но и школьному. Второе, мы здесь проводим расширенное заседание Ассоциации Чителей Истории и Общества Знаний вместе с отделением этой ассоциации здесь в Татарстане, где мы будем обсуждать, в том числе, возможность проведения большого собрания учителей России всей в Казани. Может быть, в конце этого года. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете завершилась четвертая Всероссийская научная конференция учащихся имени Лобачевского. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. С 30 марта по 1 апреля прошло заседание секции четвертой Всероссийской научной конференции имени Лобачевского, в которой учащиеся с 4 по 11 класс представили проекты исследовательских работ в таких направлениях, как прикладная экология, фундаментальная медицина и биология, русская литература, химия, физика и астрономия. Трехдневная научная программа конференции, кроме выступлений участников, предусматривала встречи с ведущими учеными, дискуссии и другие формы взаимного общения. Приемной комиссии Казанского федерального университета было принято решение о начислении дополнительных баллов при приеме на 2019-2020 учебный год победителям очного тура научной конференции. Учащимся 11 класса 5 баллов к результатам ЕГЭ, призером 3 балла. Алсу Саттарова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Это были новости на Универтв. Всем до скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова